Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью на телеканале 6 ТВ. По статистике на каждого россиянина приходится в среднем по два кредита. Только за прошедший 2023 год в стране было выдано кредитов более чем на 16 миллиардов рублей. И зачастую бывает так, что заемщик не может справляться со своими обязательствами. И здесь уже в силу вступают приставы, которые вынуждены взыскать долги. Сегодня мы разберемся, где здесь наступает черта законности работы приставов. В нашей студии заместитель прокурора железнодорожного района города Хабаровска Игорь Викторович Приходько. Игорь Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Действительно ситуация такая. Мы часто слышим истории людей, которые не могут выплатить свои кредиты. И затем к ним приходят приставы. И уже ситуация набирает совсем другие обороты. С чем это чаще всего связано? Ситуация, которая вами была только что охарактеризована, имеет место быть. В этой связи, конечно же, потенциальным заемщикам, лицам, которые только собираются, либо думают о том, стоит ли им брать кредит. Их необходимо трезво оценить свои финансовые возможности с тем, чтобы в дальнейшем не оказаться в долговой яме. И, соответственно, не попасть потом в дальнейшем в категорию должника на денежные средства, которые судебным приставом исполнителям будут взысканы и обращены взыскания на денежные средства. Расскажите, как выглядит процедура взыскания подробно? Стороны по договору. Это, с одной стороны, кредитная организация, с другой стороны, это гражданин. Заключают договор о предоставлении кредита. Ну, а если по условиям заключенного договора одна из сторон, как правило, это заемщик, не исполняет обязательства, принятые на себя по договору, то, соответственно, кредитная организация обращается в судебные органы. Это может быть районный суд, либо мировой судебный участок, с сысковым заявлением, либо с заявлением о выдаче судебного приказа. И по результатам рассмотрения, соответственно, заявления кредитора, суд выносит решение, либо выдает судебный приказ. В дальнейшем, на основании указанных состоявшихся судебных актов, выдается исполнительный лист, который направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Ну, а получив исполнительный лист, судебный пристав исполнитель, в силу действующего законодательства, обязан незамедлительно принять меры к исполнению решения суда. Для этих целей он выносит соответствующее постановление, постановление об обращении, взыскании на денежные средства должника, которое направляется в том числе в банковские организации, где потенциально у должника может быть открыт банковский, либо иной какой-то расчетный счет. И, соответственно, банковская организация, получив от судебного пристава исполнительное постановление, она обязана его исполнить. В среднем сколько может длиться по времени вся эта процедура? Каких-либо пресекательных сроков нет. Общий срок исполнительного производства составляет 2 месяца, но все зависит от того, имеются ли в достаточном объеме имущества, в том числе и финансовые средства, у должника. Хорошо, решение суда вынесено. Должник не согласен с этим решением суда. В таких случаях куда он должен обратиться? В случае, если сторона по делу не согласна с вынесенным судебным решением, она вправе обжаловать его в вышестоящий суд путем направления соответствующей апелляционной жалобы. Если мы говорим о том, что если должник не согласен с вынесенным судебным приказом, он должен обратиться к тому же, в тот же суд, который вынес судебный приказ с заявлением об отмене этого судебного приказа. Также сторона, которая уже перешла в категорию должника, поскольку мы говорим это в контексте исполнительного производства, может обжаловать действия судебного пристава исполнителя, который он совершает в рамках исполнительного производства и тоже в суд. Но иногда начинают выяснять отношения с приставами. Вы тут незаконно к нам пришли, что-то незаконно. Это бессмысленно, правильно я понимаю? Ну нет, это смысл всегда имеет место, потому что все действия регламентированы действующим законодательством. Но если, опять же таки, лицо не согласно с действиями должностного лица, судебного пристава исполнителя, он правит его обжаловать не только в суд, но и вышестоящему должностному лицу, то есть вышестоящему судебному приставу. Дело в том, что если, например, суд второй инстанции, который рассмотрит жалобу стороны на состоявшийся судебный акт, то судебный пристав исполнителям просто прекратит исполнительное производство. Поэтому если сторона или лицо считает, что он не обязан выплачивать кредит, либо считает, что слишком были завышены суммы по состоявшемуся судебному решению, конечно, его ничто не лишает и не ограничивает в реализации его прав на обжалование состоявшихся судебных решений. А часто ли вообще бывают случаи, когда суд после того, как заемщик уже обращается к ним повторно, встает на сторону этого заемщика? Крайне редко на самом деле, потому что мы же понимаем с вами, что есть кредитный договор, есть обязанность одной стороны передать денежные средства в собственность заемщика, а у заемщика наступает обязанность вернуть эти денежные средства в полном объеме, плюс еще заплатить проценты за пользование этими денежными средствами. Другое дело, что бывают ситуации, когда в рамках исполнения судебного решения на денежные средства должника, которые защищены действующим законодательством, к таким средствам относятся, в частности, пособия, получаемые в связи с материнством и детством, обращается взыскание. Однако на такие денежные средства оно обращаться не может, потому что законодатель четко определил в законе об исполнительном производстве, что на пособие по уходу за ребенком взыскание обращено быть не может. И в этой связи, конечно же, необходимо самостоятельно, либо через органы прокуратуры, путем обращения с заявлением, соответствующим добиваться возврата денежных средств, на которые были обращены взыскание. И в таких ситуациях судебный пристав не виноват бывает зачастую. Почему? Потому что судебный пристав-исполнитель, когда направляет постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, он разъясняет в данном случае банковской организации, где потенциально могут быть открыты счета должника, что существуют средства, на которые не могут быть обращены взыскания. А банковская организация, когда смотрит счета должника, она определяет, есть ли кодировка соответствующая на средства, которые были зачислены на этот счет. Как правило, у пособия, о котором мы с вами сейчас сказали, упомянули, есть соответствующая кодировка. Например, пособие по уходу за ребенком имеет соответствующий код. И банковская организация, видя этот код, не должна исполнять в данном случае постановления судебного пристава. И это правомерно. Но бывает зачастую так, что в самой банковской организации допускается какая-то техническая ошибка, либо просто невнимательность отдельных сотрудников. И эти денежные средства, естественно, списывают и направляются в пользу взыскателя. Но вот на нашей практике, у нас несколько случаев уже таких было, к нам обращались в прокуратуру с заявлением женщины, у которых есть дети, и они являются получателями пособий по уходу за ребенком. И как раз таки на их денежные средства были обращены взыскания в рамках вот этих вот постановлений. Прокуратура железнодорожного района в данном случае обращалась в суд с тем, чтобы вернуть неосновательное обогащение, которое было направлено в пользу взыскателя. И мы успешно эти суды выиграли, и денежные средства были возвращены этим женщинам. То есть в таких ситуациях чаще всего средства возвращаются заемщику? На нашей практике отказов не было. Мы в интересах женщин обращались, и деньги вернулись. А какие еще средства нельзя трогать приставом? Вот, допустим, пособие на ребенка, алименты туда входят, например? Дело в том, что как раз таки не пристав эти деньги трогает. Вот наша практика показывает, что эти деньги списываются в результате ошибок, которые допускаются на стадиях перевода, зачислений и в самих банковских организациях, когда сотрудники не обращают внимания на назначение платежа. А что касается конкретного перечня денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание, оно определено федеральным законом об исполнительном производстве, и, как правило, там находятся все социальные выплаты, но за исключением пенсии. Хорошо. Есть ли какое-то ограничение по сумме, которую могут списать в счет погашения долга? Например, у человека есть долг на миллион рублей, образно говоря, есть ли какое-то правило, что этот миллион должен дробиться, списываться частями или сразу весь? Если денежных средств на счете достаточно, спишут и миллион рублей, в случае, если судебное решение предусматривает взыскание на один миллион рублей. Другое дело, что у должника есть право обратиться с соответствующим заявлением к судебному приставу исполнителю, с соответствующим ходатайством, в котором расписать о том, что в случае, если у него изменилось материальное положение, он потерял работу, либо его пенсия на сегодняшний день ниже минимального прорываточного минимума на территории субъекта Российской Федерации, то сумма взыскания может быть уменьшена. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, если был взыскан миллион, то миллион и подлежит взысканию. А вообще, как высчитывается та сумма, которая будет ежемесячно списываться с гражданина? Скажем так, какой-либо суммы ежемесячной пропорциональной нет, все зависит от его финансовой возможности. Все зависит от того, какие денежные средства поступают на его счета. Бывает и так, что денежных средств и не остается на счетах, и судебные приставы, исполнители вынуждены обращать взыскание на иное имущество должника. А с какими ситуациями чаще всего жалуются вам заемщики? На что? Ну, в последнее время, вот как я уже упомянул, это как раз таки обращение обращение женщин, у которых есть дети, и когда взыскание происходит на денежные средства и с пособий. Но при этом вы сказали, я подчеркну, что вы успешно справляетесь с этими проблемами, и обычно в таких ситуациях, когда деньги списываются с тех пособий, с которых они не должны быть списаны, как правило, все разрешается в сторону заемщика. Да, правоприменительная практика сложилась таким образом, что мы в ней уверены были изначально, когда обращались в суд, что требования прокуроров в интересах данной категории граждан удовлетворяются в полном объеме и исполняются тоже в полном объеме. Да, то есть, если вдруг вы оказались в подобной ситуации, то нужно не бояться обращаться, и действительно вам скорее всего помогут разрешить эту проблему. Хочется, знаете, услышать еще от вас, как от человека с большим опытом в этой сфере, как все-таки не попасть в подобную ситуацию, чтобы не было проблем, о которых мы сегодня говорим? Ну, если, еще раз говорю, если мы говорим про стадию, когда лицо только пытается получить кредит, еще раз нужно подойти взвешенно к этому вопросу, оценить процент, ставку, по которой придется ему возвращать эти денежные средства, сопоставить со своим доходом, потом уже принять решение. Если рассматривать ситуацию, когда уже исполнительное производство возбуждено, и заемщик уже стал должником, то, конечно, ему стоит обратиться в те органы государственного пенсионного фонда, либо в небюджетные фонды с заявлением о том, чтобы предупредить эти организации, которые перечисляют им пособие, чтобы они указывали соответствующую кодировку. банковская организация, которая будет исполнять судебное решение, ее известить о том, что на эти счета приходит исключительно пособие по уходу за ребенком, чтобы денежные средства не взыскивались. То есть выполнить мероприятие, предусмотреть, это должен непосредственно должник. Я сказала в начале программы, что по статистике у россиянина в среднем два кредита, при этом за прошлый год выдано денег было на сумму более 16 миллиардов рублей. Вот столько кредитов у нас раздается. А стало ли больше случаев, когда люди не могут исполнять свои обязательства? Ну, мы такую статистику не ведем, потому что все-таки это финансовый рынок, это не основное направление, далеко не основное направление работы органов прокуратуры, поэтому тут я точно вам не отвечу на этот вопрос. Ну, то есть, подводя итог нашей сегодняшней беседы, нужно сделать какие выводы? В первую очередь, когда вы берете кредиты, нужно действительно несколько раз все взвесить. Лучше посоветоваться, наверное, с семьей, возможно, кто-то из них тоже подскажет какие-то трезвые решения, да, и немножко охладит пыл, охладит наше желание взять кредит, потому что действительно, кредиты иногда бывают большим спасением в некоторых ситуациях, но когда ты их не можешь выплатить, это, конечно, уже совершенно другая история, которая не стоит никаких благ кредитных. И еще, вот знаете, хочу вам такой вопрос задать, сейчас же очень часто раздаются звонки от банков с предложением взять кредит, взять кредитную карту, они буквально навязывают иногда свои кредитки, которыми человек потом так или иначе начинает пользоваться. Сначала по чуть-чуть, я там тысячу на продукты, потом я еще три тысячи, там еще на что-то. Как вы считаете, это может тоже влиять вот так, негативно на сложившуюся ситуацию? Я бы сказал, не может, а влияет негативно на сложившуюся ситуацию, потому что вот эти навязчивые звонки с предложениями о подписании соглашения о получении кредитных карт либо какие-то молниеносные займы, они как раз-таки зачастую содержат в себе кабальные условия, которые заведомо лицо не может исполнить, и все это в дальнейшем приводит к тому, что человек либо является должником в рамках исполнительного производства, а в худшем случае еще и становится банкротом. Так что, еще один совет, будьте холодны, когда вам звонят банки с предложением оформить кредитную карту. Я напомню, что сегодня в нашей студии был Игорь Викторович Приходько, заместитель прокурора железнодорожного района города Хабаровска. Игорь Викторович, спасибо, что разъяснили сегодня многие важные вопросы. А вам я желаю легкой кредитной истории. Увидимся скоро. До встречи.